Воссоздание были. Воссоздание были Тверской, Костромской и Казанский опыт восстановления церковных памятников. Журнал «Огонек» номер 42 от 28 октября 2019 года, СТР. 30 Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия». Соборы возвращаются из небытия и преображают образ российских городов. Когда в российских городах и весь их заводят речь о воссоздании не были, то есть о строительстве исторических зданий, которых в действительности никогда не было, о чем мы рассказывали в номер 36 от 16 сентября 2019 года на примере Петербургской колокольни Смольного монастыря, это не вызывает ничего, кроме недоумения. Правит историю задним числом, набивается в соавторы к расстрели и тону насколько невежливо, настолько и бессмысленно, ценность современных исторических игрушек в сравнении с подлинными древностями нулевая. Иное дело воссоздание были, восстановление былых святынь, погибших в результате исторического насилия, военного, политического или антирелигиозного. В ХХ веке десятки российских городов лишились, например, своих главных соборов, власти стремились во что бы то ни стало заменить символы проклятого прошлого символами новой жизни. Взрывать и крушить было легко и быстро, а вот отстраивать не так просто. Но дело это благородное, это не правка истории, а исправление последствий ее трагических катаклизмов, восстановление исторической справедливости. С этой точки зрения воссоздание порушенных после 1917 года святынь мало чем отличается от восстановления упавшей в результате землетрясения соборной кампании Лы в Венеции, пострадавших от боев Второй мировой войны дворцов Дрездена, Павловская Петергофа или Новгородских храмов Спаса на Нередеце или Успения на Волотовом поле. Воссозданный Спасо-Преображенский собор в Твери. Фото, тверьсобор.рф В середине июля 2019 года на воссозданном Спасо-Преображенском соборе в Твери были установлены куполы и кресты, а затем в храме прошла первая божественная литургия. Собор пока восстановлен не полностью, интерьер еще предстоит отделать, да и на фасадах должны воссоздать наличники и закомары. Однако образ главного соборного храма городу возвращен. Следующим этапом будет воссоздание соборной колокольни с часами и 12 колоколами. Восстановление собора, взорванного по указанию властей в 1935 году, оценивается в сумму около 500 миллионов рублей бюджетных, и пожертвованных меценатами и прихожанами. Точка спас Златоверхий. Спасо-Преображенский собор на протяжении шести с половиной веков был главным кафедральным храмом Твери и духовным символом Тверской земли. Он служил усыпальницей тверских князей и епископов. В подклете собора были погребены погибшие в Золотой арте тверские князья Михаил Ярославич, Александр Михайлович и его сын Федор Александрович. Доживший до советских лет собор, первый храм на этом месте был заложен еще в 1285 году, был построен в 1689-1696 годах. Интересно, что регентом соборного хора в начале ХХ века являлся А.В. Александров, ставший позднее основателем знаменитого ансамбля песней и пляски советской армии и автором музыки гимна СССР. Собор взорвали в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года. Камни из стен употребили на цоколь ограда в городском саду, обитый кирпич в перемешку с костями из захоронений на подсыпку городских улиц. Что изменилось в национальной системе охраны исторических памятников, свято место пустовало, но память была жива. В 1992 году археологи нашли остатки фундаментов собора. В 1997 году на месте главного алтаря установили поклонный крест, а в 2002 году закладной камень будущего храма. Работы по воссозданию начались осенью 2015 года. Возрождение собора, нужно отметить, не всеми горожанами было принято с восторгом. Высказывались опасения, что он заслонит собой путевой дворец, который, однако же, строился в 18 веке. Веки с расчетом на восприятие вместе с ним, говорилось и о том, что немалое средство лучше было бы потратить на спасение других памятников Твери, не говоря уж о социальных нуждах. В этой связи весьма интересны рассуждения Тверского градозащитника Павла Иванова. С окончательным формированием силуэта собора стало очень интересно наблюдать его из разных точек города. Его видно неожиданно с очень многих и дальних точек. Масштаб собора показал, как мудры были градостроители Средневековья. Предполагая, что собор 1689-1696 годов был в целом выдержан в габаритах более древнего храма, мы видим, как хорошо этот храм вписан в масштаб Волжских берегов, в ритм вертикальных городских храмов. Современный собор, можно сказать, сделал Тверь древнерусским городом, добавил к нашей Екатерининской классике такую нотку, которая напоминает о древней Твери времен ее святых князей. Это превращение было замечено всеми. Одними с восторгом и радостью, другими с нескрываемой ненавистью. Таким будет Костромской Кремль. Цифровая модель, фото, ADM44.ru Мечтать вслух о воссоздании взорванного в 1934 году Костромского Кремля местная архитектурная общественность начала в конце 1980-х годов, когда на страницах печати стало возможно свободно говорить об уничтоженных при советской власти архитектурных памятниках. Первые проекты воссоздания погибших Успенского и Богоявленского соборов веков, а также грандиозной соборной колокольни, сделанные Костромскими реставраторами на основе обмирных чертежей и фотографий, относятся к тому же времени. Однако уже тогда инициаторы признавали, что это дело на несколько десятилетий. Реальное очертание проект стал обретать лишь в 2015 году нашлись и поддержка на высоком федеральном уровне, и, самое главное, меценат. Костромской восстановительный проект оценивался приблизительно в 10 миллионах долларов, и это без стоимости внутреннего убранства храмов. В июле 2015 года патриарх Московский и в Сеаруси Кирилл совершил освящение из окладного камня в основании Успенского собора. И сказал на церемонии буквально следующее. Сегодня, закладывая кафедральный собор, мы обязуемся восстановить его вместе со всем Костромским Кремлем. Восстановить историческую память, восстановить крепостные стены, восстановить дивный по красоте вид, который открывался с Волги. То, что сегодня наш народ преисполнен решимости восстанавливать историческую правду и возвращаться к своим духовным истокам, придает нам уверенность в том, что никакие злокозненные перипетии, никакие соблазны, которыми единожды наш народ соблазнился, уже не смогут разрушить его духовную жизнь, его силу, основы его самосознания, как регионы охраняют федеральные памятники архитектуры. Главный меценат Костромского проекта, в старинной России его назвали быктитором храма, президент ООО корпорации ВИТ Виктор Тырышкин, известен тем, что на его средства в 2000-е годы восстанавливали Успенский собор в Ярославле, также уничтоженный в 1930-е годы. Ярославский проект, к слову, вышел с обременениями, воссозданием дела не обошлось, новый собор оказался куда больше прежнего, что вызвало справедливую критику отечественных и зарубежных экспертов, озабоченность которых понятна, исторический центр Ярославля – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В Костроме, впрочем, обещано было изначально, восстанавливается все как было. Меценат Тырышкин, во всяком случае, объявил Костромичам публично, «Надо восстановить Кремль именно в том виде, который был при вашем земляке зодчим Степани Воротилове, автор Богоявленского собора и колокольни. С той, правда, разницей, что новая колокольня будет снабжена лифтом и смотровой площадкой, это не смущает лифт появился в начало ХХ века после восстановления и на Венецианской кампанили». И в Костроме не обошлось без дискуссий. С одной стороны, восстановление Центрального соборного комплекса, главенствовавшего в панорамах старинного города, возвращает нынешний Костроме сакральный центр, на месте которого 80 с лишним лет зиял пустырь. С другой стороны, совершенно уникальный по сохранности и цельности классицистический архитектурный ансамбль центра Костромы. Во всех смыслах слова выстроены, строгий, стильный, звучащий подобно совершенной мелодии и очень легко расстроить неуместной нотой, пафосной интонацией, восторженной фантазией. Казанский собор Богородицкого монастыря в Казани. Фото, Рея новости. В том же 2015 году, в День народного единства, 4 ноября, президент Татарстана Рустам Мениханов подписал указ о восстановлении Казанского собора Богородицкого монастыря в столице республики. На месте взорванного в 1931 году грандиозного классического собора долгие годы работала казанская табачная фабрика, а в последние годы был пустырь. Летом 2016 года здесь произошла закладка памятного камня, потом, как и в Твери и Костроме, прошли археологические раскопки, а к осени 2019 года собор уже построен, идут отделочные работы. Воссоздание, как говорят в Казани, вышло на финишную прямую. К концу 2019 года в соборе намерены уже восстановить великолепный мраморный иконостас. На аппаратных совещаниях прорабатывают даже вопросы о номинировании восстановленного собора в ЮНЕСКО. Казанский собор Богородицкого монастыря когда-то был знаменит далеко за пределами Казани. Он возведен на месте, где в 1579 году 10-летняя девочка Матрона Анучина нашла чудотворную икону впоследствии знаменитую Казанскую. На этом месте основали монастырь. В 1798-1808 годах по указанию императора Павла Ай, который присутствовал на закладке храма, в монастыре построили огромный собор по проекту Ивана Старого, маститого архитектора русского классицизма. В начале 20 века под собором был устроен пещерное Рождество Богородицкий храм, который уничтожили вместе с Казанским. Восстановление финансировалось и из бюджета, и за счет сбора пожертвования частных лиц и предприятий. Эта схема в Татарстане была отработана еще при реставрации острова Града Свияжский Болгара в начале 2010-х годов. Церковные иерархии связывали с восстановлением храма Большие надежды. Поедет народ сюда будет больше, чем в любой лавре. Со всего мира поедут. Это будет не менее привлекательное место для паломничества, чем Дивеева. Это будет жемчужина Татарстана и образец того, как живут в республике носители разных религий, говорил еще в 2015 году митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Проектом воссоздания Казанского собора руководит лично государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда Возрождения Ментимер Шаймиев, бывший президент республики. Именно он курировал в Татарстане крупнейшие культурно-реставрационные проекты восстановления Болгара и Свияжска, ставших теперь объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что сомневаться в успехе предприятия не приходится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова